всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня закупка продуктов из магазина ленты но не совсем продуктов в основном я поехала туда за бытовыми расходниками можно наверное их так назвать вот плюс ну там кое-что еще надо было для школы от родительского комитета купить поэтому я поехала в ленту на самом деле сейчас мясо молочку рыбу и всякое такое я покупаю фермерском магазине в том числе магазине под названием колхоз мне многие его рекомендовали действительно рыба там просто на и свежайшие и если ходить еще в фикс прайс покупать там всякие расходники бытовые и что-то заказывать на вальберс и озон то в ленту можно не ездить вообще вот как то так получается но давайте и сейчас вам покажу закупку и чек будет как всегда в конце видео так девчонки мои убежали на улицу я имею ввиду собак со мной только вот товарищ который пытается есть мои цветы нельзя вот ну и давайте покажу получается вот основные расходники за которыми я ездила и ну конечно куча еще всего нужно как всегда смотрите что делает я фан перестань иди отсюда бандит какой вот давайте начнем отсюда с расходников раз уж ляфан тут у нас купила большую упаковку туалетной бумаги ну чтобы надолго хватило да хотя у меня еще есть против дома всегда беру девочки всегда пригождается это я случайно открыла когда несла пеленки для джуси моей маленькой собачки вот эти вот бумажные полотенца не помню сколько они стоят но они очень классные они действительно плотные хорошие полотенца мне очень нравится и видите здесь три обычных рулона в одном действительно большой надолго хватает это я купила на кухню себе и на второй этаж мне тоже иногда там нужно салфетки обычные вот такие я покупаю всегда и вот эти салфетки эти салфетки я очень сильно люблю не за они классные пользуемся мы просто и в машине и дома везде и даже какая-то легкая уборка тоже хорошо вот с этими салфетками поэтому взяла сразу четыре пачки чтоб тоже мне долго хватило вот этот клапан он хорошо сохраняет влагу внутри поэтому мне нравится ведь как защелкивается хорошо также таблетки для посудомоечных машин они были по акции по 200 по моему чем-то даже рублей или триста чем тоже не помню 30 штук плюс 10 в подарок классные бюджетные хорошо отмывает никакого налета ничего многие также мне писали под видео что тоже по моей наводке купили вот эти таблетки и с огромным удовольствием пользоваться тоже нравится так что если вы ездите в ленту и вас есть посудомоечная машина очень советую порошком отдельно и кондиционером я не пользуюсь не пользовалась потому что у нас очень редко он бывает в основном только таблетки продают также я купила губки для мытья посуды я покупаю ну вот эти лентовские и же тоже ну быстро меняешь поэтому я дорогие не не использую вот такие маленькие которые используют для мытья посуды удобно а вот эти побольше такие вот видите я обычно для уборки использую сантехнику там что такое вот отлично также мусорные пакеты правда на 120 литров я не нашла поэтому только на 90 взяла и еще вот такие салфетки из микрофибры тоже для уборки но не знаю попробую я раньше кстати очень часто брала салфетки для уборки именно лентовские были 365 дней они мне нравились вот так что попробуйте они тоже бюджетные вот здесь 7 штук как раз должно хватить то есть одни в салфетки другими пользуешься отлично еще фольгу вот такой вот фрекенбок я не помню мне писали какая фольга хорошая по-моему фрекенбок в общем я взяла ее 20 метров вот такой так ну и давайте основная моя скажем так закупка яйца отборные три десятка взяла хотя я иногда деревенские беру ну вот эти вот хорошо там для приготовления чего-то да где нужно добавить яйцо так дальше сосиски это я взяла они были вязанка по акции я взяла про запас себе храню их морозилке потом достаешь на пиццу на что-то такое вообще отлично и как раз я в запас и взяла еще тесто сейчас выложила просто пока мы приехали обедали я положила морозилку его значит тесто бездрожжевого это лентовская ничем не хуже чем например тоже талоста и тому подобное мне очень нравится я использую делаю как такие мини булочки мини пиццы у меня это сын называет очень нравится бездрожжевое и дрожжевое по две упаковки взяла себе в запас извините тут шуршит у меня вот кто самая главная покупка и девочки у меня с улицы пришли до проверять что же мама тут на покупала но мне очень понравилось еще вот это тесто цезарь со сливочным маслом очень вкусно оно вкусно делать именно просто какие-то булочки или сладкие знаете с сахаром с корицей она очень вкусно именно вот на такую выпечку типа булочек вот я взяла дрожжевое бездрожжевое очень вкусно вот это тесто советую ну и вот это лентовская тоже неплохое немножко у меня здесь молочки значит сливки взяла приготовл приготовление что-нибудь иногда в кофе нет нет добавляю очень понравились вот эти иммунельки взяла аж две упаковки именно понравились вот эти с малиной они очень вкусные прям вообще действительно как малиновое такое мороженое ведь малиновый пломбир тоже очень советую и я пью и мужу кстати понравилось и дети меня пьют ну и вот тоже тут творожки всякие данных и вот эти с шариками тоже у меня любят все дома такие ночью разными с разными вкусами тут набрала и еще купила мы сейчас сыном когда обедали попробовали вот такой вот сливочный сыр сербский производства сербия я тут посмотрела видите сербия очень вкусно увидите прям советую девочки вот я зеленью взяла и вот с томатами и базиликом зеленью такой солененький а вот этот вот тоже вкусный я люблю вот с томатами базиликом так что увидите очень советую моя любимая имитация икры это не то же самое что икра многие наоборот едят только ее они едят обычную икру ну я не настоящую икру но я и настоящую и такую по вкусу этот не то же самое что обычный край тоже счетом с бульона какого-то делаю такие желейные шарики в общем я обожаю очень вкусно булочка маслица вот эта штучка с утра завтрак просто потрясающе а муж мы очень любит вот такую с креветкой вот это именно санта бремор вот этой марки с креветкой очень ему нравится в общем ему тоже купила соуса у меня здесь такой слобода сырный вот такой бургер соус и еще майонез сметанный мало ли какой салатик сделать так дальше у меня здесь куча соков это детям школу садик в общем у меня еще младше сейчас на подготовительную школу ходит поэтому в общем качестве перекуса еще взяла вот такие соки но не знаю будут ли они удобные моему сыну старшему но я старшему дам вот но не знаю посмотрим если что сама выпью также взяла фасоль мне написали рецепт рыбный суп с белой фасолью я взяла там девушка написала что можно взять консервированную вот я взяла буду варить себе рыбный суп с белой фасолью мне кажется просто будет вкуснятина нереально вот ну и вот такой еще фасоль взяла тоже мало ли чо куда добавить персики в сиропе как я люблю девочки персики в сиропе вот эти кстати 365 дней вкусные они там большие обычно и вот это вот сам сироп тоже обожаю соль обычная самая простую каменная правда надо вся вот такая была ничего я его ножом разминаю и все отлично дальше здесь у меня на бариллу правда не на все макаронные изделия барила была акция я взяла вот такие меленькие смотрите номер 27 хорошо вот детям супчик куриный варить и вот такую вермишельку еще взяла тоже она такая меленькая кажется отлично тоже супчик варить спагетти любимая вот кстати меня любят вот эти вот именно тоненькие номер 1 для упаковки взяла тоже это впрок скажем так и здесь тоже для перекуса в школу садик вот я отдаю например кукурузные палочки то есть кладу в контейнер орешки и например старшему могу яблоко дать банан или еще что-то такое отдельно орешки кстати кладу они меня с удовольствием кушают я их покупаю на развес тоже магазинчики или круассанчик яблочко или вот это вот тоже муж вот эти круассан у меня любит брать потому что они упаковки бросил машина перекусил но в общем так и немножко фруктов овощей купила ананас вот такой они там все зеленые по 9989 но два дня постоит при комнатной температуре и можно его резать ну два максимум три все зависит от того насколько он зеленый здесь у меня совсем зеленый и будет очень вкусный сочный купила еще вот такие мандарины по 69 рублей я кстати люблю вот такие большие мандарины но сейчас декабрь куда же без мандарины так из фруктов все купила свою любимейшую маргелланд скую редьку я ее просто натираю на терке добавляю растительное масло обычно обычное растительное масло и соль и кушу очень вкусно прям балдее еще купила лук тоже каким-то овощи потушу вот этот парень правда он не бюджетный 399 на 139 рублей не получился вот свеклу но она правда нет неленькая такая ну нормально эконом по 34 рубля и мой любимый батат он в ленте дешевле всего я покупала не его вот такой как раз вот этот магазин колхоз там тоже продала саботат но он по 339 по-моему рублей или что-то такое 300 чем-то за килограмм здесь за килограмм 129 рублей я примерно килограмм взяла запекаю со специями с солью не сбрызгивать оливковым маслом нарезаете как вы хотите кубиками квадратиками треугольниками это сладкий картофель очень вкусно возьмите одну штучку попробуйте если ездите в ленту в ленте самой дешевле всего вот еще в ленте дали вот такие такие штучки наклейки переводки и я купила вот такую штуку это нам с мальчишками на выходных будем с ним будем с ними делать вообще пряничный домик я никогда не собирала вот такие штуки никогда первый раз беру такой набор ну прям очень захотелось по моему 700 чем-то рублей но в чеке увидите стоит смотрите вот все что входит на если что нажмите на паузу и вот как как его делать то есть нужно одно яйцо кондитерский мешок и сахарную пудру вот так что вот так вот вот такой вот штуку будем делать видите здесь всякие детальки вот будем делать паровозик на выходных с мальчишками сейчас отличная тема для такой штуки вот так что вот такая вот у меня получилась закупка поехала в принципе купить соки какой-то небольшой перекус детям ну кроме фруктов орешков да и вот это вот все закупить вот еще на самом деле надо был наполнитель для котов ну ладно забыла как всегда вот ну и давайте покажу вам чек и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok